Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И сразу о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Глубокие трещины и отсутствие фасада. Более 16 домов в поселке Альбурикент находятся в таком состоянии. Все это – последствия землетрясения, но трещины не перестают расти вширь. Почему это происходит сегодня в выпуске? У многих жителей горло опухает, дышать не могут, а дышка, задыхаются. Ядовитые растения прямо под окнами махачкалинца. В амброзии полонолистная стала причиной аллергии у горожан. Более 100 человек приняли участие в конкурсе «Молодой фермер воды». Его итоги были подведены сегодня в Махачкале. Федеральная антимонопольная служба раскрыла первый картель в Дагестане по поставке лекарств и медоборудования. Арбитражный суд Москвы подтвердил легитимность решения Федеральной антимонопольной службы России в отношении Минздрава Республики и фармкомпании, которые заключили антиконкурентное соглашение. В их числе – республиканский онкологический диспансер и четыре фармкомпании. Сговор коснулся ценообразования поставки лекарств и медоборудования, в результате которого участники получили доход в размере свыше 2 млрд рублей. Жители поселка Альбурикент могут стать жертвой масштабного схода оползня. Более 16 жилых домов местности пострадали во время произошедшего в мае землетрясения. Со временем ширина трещин только растет, утверждают местные жители. Почему это происходит и как быть, напуганные жители пытались узнать у местной власти и геологов. На месте событий побывала и наша съемочная группа Луиза Раджабова. В этом доме Гусан Абдулаев со своей семьей прожил 18 лет. Теперь он выглядит так. Помимо отсутствия фасада, на участке трещины разных размеров. Глубина самой крупной из них – 18 метров. Вот уже несколько месяцев мужчина берет арматуру и проверяет глубину расколов в его дворе. Мы только отошли к гостям, туда приезжаем, она упала, уже падала, уже невозможно было остановить. Я уже нашел, что, которая отошла, я убрал этот кирпич тоже, и начали копать фундамент. У нас в фундамент и дошел, а там внизу, короче, нашел, короче, щель, чем такая щель, тоже невозможно было жить там. Жизнь с 16 семей резко изменилась после произошедшего в мае этого года землетрясения в 5 баллов. Оно и способствовало движению грунтовых вод, из-за которых и образуются трещины. Их протяженность более 300 метров. По ним идет вода. Она и отталкивает слой земли. Пола отошел, стены отошли. Нам говорится, что здесь не живите, а где жить нам, место никто не показывает. Говорят, это опасно, живут на улице, что ли. Маленький ребенок есть просто, несовершеннолетний ребенок есть просто, никому до этого дела нет. Переходят, посмотрят, а, а, здесь есть, да, просто любопытство. Переходят, посмотрят, уходят. А что? И посмотрят, какие трещины. Вот с той стороны, с этой стороны. Везде, везде трещины. Каждую ночь, какое-то дно, какого-то чего-то ревод. Просто такие это есть, просто везде уходят. Вот, видите, где-то 20 лет назад я специально сделал вопрос, что здесь и что. Вот, видите, уже сантиметр, оно увеличилось. Вот это, это уже упало. И если я насильно просто восстал, люди по сантиметру уходят. Примечательно то, что прямо под склоном, на котором и построены дома, расположено водохранилище. Если часть горы вместе с домами сойдет вниз, первая под удар попадет именно эта установка. А затем дорога по проспекту Акушинского. На фото красными линиями обозначены трещины, которые проходят сквозь дома. Чтобы узнать, откуда вода берет начало и хоть как-то решить вопрос, жители своими силами привлекли технику. Сзади нас находится водоканал. Городской водоканал может остаться без воды, если вот эта наша земля упадет или оплазно будет на территорию водоканала. Мы уже более трех месяцев, еще не больше. Бегаем по кабинетам, узнавать, что тут происходит. Никакой помощи тоже абсолютно нет. Ну, обещают, приходят, смотрят, но толку еще нет. Причиной сходов, по словам экспертов, стало интенсивное освоение земли и подрезка склона при строительстве автодорог без учета инженерно-геологических условий. Вероятность развития оползней на участке оценивается как высокая. По сейсмичности территория относится к категории весьма опасная и оценивается в 9 баллов. Главный вопрос жителей – что делать и к кому обращаться. Местная власть и геологи неоднократно приезжали к пострадавшим. Отмечали, что угроза действительно есть. Однако, для безопасности людей так ничего и не сделано. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В России принят закон о выплатах детских пособий до трех лет. Напомним, выплаты получали дети до полутора лет, а далее только пособия в размере 50 рублей. Теперь же, согласно новому закону, дополнительные выплаты на первого и второго ребенка будут выдавать до трех лет. Их объем равен детскому прожиточному минимуму в регионе. В Дагестане это порядка 10 тысяч рублей. Семь грантов на 700 миллионов рублей получит Дагестан по НАСПроекту образования. Средства будут направлены на реализацию федеральных проектов. В 103 школах республики начнут работать центры цифрового образования «Точка роста». В шести коллекционных школах обновят материально-техническую базу. Откроются четыре центра цифрового творчества «АйТи Куб». Помимо этого, на грант закупят передвижную площадку для ускоренного развития ребенка «Кванториум». Она позволит детям из отдаленных районов обучаться навыкам робототехники, виртуальной реальности и промышленного дизайна. Лето. Пора не только отпусков, но и сезонной аллергии. Одним из самых опасных провокаторов недуга является амброзия полынолистная – карантинный сорняк, наносящий вред здоровью человека. Накануне Россельхознадзор республики выявил многочисленные очаги ядовитого растения на территории Махачкалы. Чем опасна амброзия, расскажет Патимат Ханапова. «У многих жителей горло опухает, дышать не могут, а дышка, задыхаются, губы опухают, болеют от этого растения». Причиной тому опаснейшее карантинное растение – амброзия полынолистная. Пыльца этого сорняка является сильным аллергеном. Проявляется в виде насморка, воспаления слизистой, бронхиальной астмы и кожной аллергии. С чем и столкнулись жители некоторых районов Махачкалы. Специалисты Россельхознадзора в ходе проверок нашли в столице региона более 19 гектаров этого вредного растения. «Ее пыльца, период массового цветения вызывает тяжелое заболевание у людей, которое называется амбразивный поленоз. Ее не должно быть, категорически не должно быть вблизи жилых домов, детских, образовательных, отдающих учреждений и в местах массового скопления людей». Но несмотря на это сорняк продолжает расти и от аллергии страдает немалая часть населения. Амброзия появляется всюду – на обочинах дорог, вдоль водоемов и самые опасные – вблизи жилых домов. Большие очаги вредителя в основном разрослись на территории Кировского и Советского районов города. «Мы все обращаемся практически за помощью, потому что у нас здесь просто разрослась безбожность вот эта амброзия, трава. А мы, взрослые люди, мы страдаем аллергией, дети страдают аллергией. Мы не можем с ними летом выходить, когда она начинает свисти. Женщины не могут выходить. Принимаем всякие антигистаминные препараты и мучаемся все равно. Не знаем, как с этим бороться. Никаких действий мы со стороны администрации сколько времени не видим. Мы вот сами, бывает, вырываем, но она все равно снова разрастается. Это такое растение, которое очень трудно остановить». По словам горожан, своими силами бороться с растением невозможно. Сорняк растет быстро, даже после уничтожения. Обращение в городскую администрацию не приносит результата. Сотрудниками Ростельхознадзора также была отмечена неэффективная борьба с вредителем со стороны властей города. Многоразовое выкашивание травы или применение гербицидов. Только эти действия могут уничтожить амброзию. И должны они проводиться до цветения. Что, конечно же, в данном случае не было сделано муниципалитетом. Доказательство тому – эти большие цветущие стебли сорняка. Патиман Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ Махачкала. В Махачкале подвели итоги конкурса «Молодой фермер года». Он проходил среди крестьянских фермерских хозяйств СКФО. На участие в конкурсе было подано более 100 заявок от начинающих фермеров. В финал прошли шестеро победителей из числа мясных и молочных производств. Все они были награждены дипломами и ценными призами, среди которых – мотокультиватор, доильный аппарат и мотокосилка. По словам организаторов, именно от молодых фермеров зависит будущее развитие сельхозкооперации, а также модернизации отрасли. А подобные конкурсы помогают привлечь кадры и приобрести полезные навыки в бизнес-планировании. Суть конкурса – это выявление и поощрение наиболее активных молодых фермеров из регионов Северокавказского федерального округа. У нас в этом году две категории, две номинации. Это микропредприятие с годовым оборотом производства продукции до 2 миллионов рублей. И малое предприятие, малое хозяйство с годовым оборотом от 2 миллионов до 10 миллионов. Почему именно эти цифры? Потому что основная масса фермеров – это небольшие хозяйства, малые хозяйства, которые не производят огромное количество продукции, но в то же время в основной своей массе обеспечивают большую часть населения. Выявить рак на ранней стадии 27 июля в субботу в Республиканском онкологическом центре пройдет очередной день открытых дверей. На этот раз жители республики смогут бесплатно и без направления врача пройти диагностику головы и шеи. Помимо консультаций специалистов, при наличии показаний пациентам будут проведены ряд процедур. Принимать желающих вместе с медперсоналом будет и главный врач больницы Владимир Брежнев. Прием пациентов начнется с 9 утра до часу дня по адресу, указанному на ваших экранах. При себе необходимо иметь страховой полис и паспорт. Хабиб Нурмагомедов сместил Джона Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC. Он улучшил свои позиции в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Отметим, лучшим бойцом UFC остается одноклубник Хабиба – американец Даниэль Кормье. А вот самый популярный боец Конор Макгрегор уже даже не входит в десятку лучших бойцов. Кроме этого, Хабиб Нурмагомедов попал на обложку Forbes, опубликовавшего рейтинг 40 российских знаменитостей моложе 40 лет. Дагестанский боец возглавил этот рейтинг. Доход Хабиба составил 11 миллионов долларов. Четверо дагестанских борцов завоевали золотые медали на турнире в Армении. Ежегодный 24-й по счету Кубок Степана Саркисяна проходил в городе Ванадзоре. В течение двух дней на ковер выходили более 100 спортсменов из 8 государств. Все четыре финала с участием дагестанских вольников завершились для них успешно. Самой яркой выдалась схватка за первое место в весе до 74 килограммов, где Магомед Хабиб Кадим Магомедов взял верх над чемпионом мира из Алании Хетиком Цаболовым. Еще один сюрприз со знаком «плюс» пришелся на категорию 61 килограммов. Там Абазгаджи Магомедов разгромил хозяина ковра, действующего чемпиона Европы Арсена Арутюняна. На высшую ступень педестала также поднялись еще двое борцов из северной столицы республики. Это Азнаур Таваев и Камиль Исаев. Кроме того, в копилке у дагестанцев еще пять бронзовых наград. Всего у россиян 10 из 10 золотых. Всех медалистов наградили денежными премиями. За первое место борцы получили по 1 тысяче долларов. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях и на сайте YouTube. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»